Типология замужних девушек может быть разнообразной и во многом зависит от характера, отношений и жизненных приоритетов. Вот 10 возможных типов. 1. Заботливая хранительница очага, уделяет много внимания дому и семье, стараясь сделать жизнь близких людей комфортной и уютной. 2. Амбициозная карьеристка, ставит на первое место профессиональные достижения, часто совмещает работу с семейными обязанностями. 3. Социальная бабочка, любит активную социальную жизнь, часто устраивает встречи, поддерживает множество дружеских контактов. 4. Романтичная мечтательница, часто живет в мире своих фантазий, верит в сказочные истории и романтику в отношениях. 5. Рациональная прагматик, подходит ко всему с умами логикой, взвешивает все решения, в том числе и в семейной жизни. 6. Спортивная и активная, уделяет много внимания своему физическому здоровью, любит спорт, активный образ жизни и привлекает к этому семью. 7. Креативная и творческая, любит заниматься искусством, музыкой или другими видами творчества, при этом может вдохновлять и свою семью на творческую активность. 8. Мудрая советчица, обладает большим жизненным опытом, всегда готова помочь советам и поддержкой не только семье, но и друзьям. 9. Экономная хозяйка, старается разумно распределять семейный бюджет, тщательно планирует расходы и бережно относится к финансам. 10. Приключенческая искательница, любит путешествия, новые впечатления и часто вовлекает мужа и семью в свои авантюры и эксперименты. 10. Приключенческая искательница действительно вдохновляет на активный образ жизни и наполненную событиями жизнь, создавая много ярких воспоминаний для своей семьи. 11. Экономная хозяйка также умеет находить баланс между экономией и качеством жизни, создавая финансовую стабильность в семье. 12. Замужняя девушка, которая любит природу, часто стремится проводить время на свежем воздухе, находя радость и умиротворение в естественной среде. 13. Она может увлекаться походами, садоводством, экологией или просто наслаждаться прогулками в парке. 14. Для нее природа – это источник энергии и вдохновения, а также место, где она может отдохнуть и перезарядиться, часто вовлекая свою семью в эти занятия. 15. Ответственность девушки после замужества может значительно увеличиться, так как на нее возлагаются новые роли и обязанности в семейной жизни. 15. Эти изменения могут включать, 1. Семейные обязанности – замужняя девушка часто берет на себя больше бытовых задач, таких как поддержание уюта в доме, забота о мужа и детях, планирование семейного бюджета. 16. Эмоциональная поддержка – она становится важной эмоциональной опорой для своего супруга, стараясь поддерживать гармонию и понимание в отношениях. 17. Принятие решений – ответственность за совместные решения возрастает, так как они теперь влияют не только на ее жизнь, но и на жизнь супруга и, возможно, детей. 18. Планирование будущего – после замужества девушка может начать более серьезно подходить к планированию будущего, включая карьерные и семейные планы, финансовую стабильность и другие долгосрочные цели. 19. Поддержание отношений с родственниками – она может взять на себя роль посредника и организатора встреч с родственниками, стремясь укреплять семейные связи. Эти ответственности требуют от девушки зрелости, умения управлять своими ресурсами и готовности к компромиссам. Зрелая женщина, чувствительная к своему партнеру, проявляет глубокое понимание и уважение к его чувствам, мыслям и потребностям. Ее эмоциональная зрелость позволяет ей быть внимательной и поддерживающей, что помогает укреплять их связь. Она умеет слушать и воспринимать партнера без осуждения, проявляя эмпатию в сложных ситуациях. Такая женщина старается поддерживать эмоциональный баланс в отношениях, часто действуя с мягкостью и заботой, чтобы создать гармонию и комфорт в их союзе. Когда говорят, что зрелая женщина чувствительно делится своим мужем, это может подразумевать ее умение сохранять баланс в отношениях, где она осознает потребности и интересы своего мужа, но при этом не забывает и о своих. Она проявляет чуткость в том, как распределяет свое внимание, поддерживая мужа в его личных делах и увлечениях, но также оберегает и ценит их совместное время и интересы. Такая женщина понимает важность взаимного уважения и пространства в браке, создавая атмосферу, где оба партнера могут развиваться как личность, сохраняя при этом крепкую связь. Чувствительное чувство зрелой женщины – это глубокая, осознанная эмоциональная связь, которая формируется на основе жизненного опыта, зрелости и мудрости. Оно проявляется в ее способности тонко улавливать эмоции и настроения окружающих, особенно близких людей. Такая женщина умеется переживать, проявлять сочувствие и понимание, избегая поспешных суждений или резких реакций. Ее чувствительность часто сочетается с внутренним спокойствием и устойчивостью, что позволяет ей быть опорой для тех, кто нуждается в поддержке. Это чувство помогает ей строить и поддерживать гармоничные и глубокие отношения, основанные на уважении и взаимном доверии. Зрелая женщина, придерживающаяся стаицизма, рассматривает жизнь с мудростью и спокойствием, фокусируясь на том, что находится в ее власти, и принимая то, что она не может изменить. Стаицизм помогает ей сохранять внутреннее равновесие даже в сложных ситуациях, избегая излишних эмоций и паники. Она осознает, что жизнь полна перемен и непредсказуемости, но вместо того, чтобы сопротивляться этому, она учится адаптироваться и находить смысл в каждом опыте. Такая женщина принимает реальность такой, какая она есть, и не растрачивает себя на пустые сожаления или тревоги о будущем. Она живет в настоящем, концентрируясь на своих обязанностях, отношениях и ценностях. Ее силы исходят из внутренней убежденности, что истинное счастье зависит от ее собственного восприятия и действий, а не от внешних обстоятельств.